В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели» в студии Ирина Аршба. Здравствуйте! Позади очередная неделя. Мы вспоминаем наиболее яркие события и подводим ее итоги. 1 июня в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в 1949 году на Московской сессии Совета Международной Демократической Федерации Женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса. Проведен первый раз в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечается ежегодно. Международный день защиты детей – не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, которые устраивают, чтобы потешить малышей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей. В поздравлении, в частности, говорится. Этот праздник – еще одно напоминание взрослым о высокой ответственности за безопасность и благополучие молодого поколения. Святая обязанность родителей, общества и государства – уберечь детей от трудностей и невзгод, дать им условия для полноценного развития. На государстве лежит особая ответственность за обеспечение детей возможностями получить хорошее образование, медицинское обслуживание, развиваться в самых разных сферах жизнедеятельности. Сегодня государство делает все от него зависящее для достижения этих целей, но, безусловно, эту работу необходимо ежедневно наращивать по всем направлениям. Наши дети достойно представляют свою родину в различных областях, включая спорт, искусство, науку. Мы по праву гордимся ими. Рауль Хаджимба выразил слова особой благодарности и признательности всем, кто вкладывает силу, душу и знания в воспитание подрастающего поколения, а также всем тем, кто выбрал смыслом своей жизни и профессии заботу о детях. 1 июня в Сухуме культурно-благотворительным фондом Ашана и международным фондом Апсне были организованы акции, приуроченные Международному дню защиты детей. Подробности в репортаже Алики Трапш. Вот уже четвертый год подряд в Международный день защиты детей посетителям сети ресторана «Вабургер» предлагают купить добрый картофель, известный в Абхазии людям, среди которых представители Министерства и ведомств, общественные деятели, популярные певцы, артисты. Те, кто сегодня пришел в «Вабургер» перекусить, были приятно удивлены, увидев застойку необычных продавцов. У меня картошка есть и сок яблочный. А, Мина, ты знаешь, что именно с покупкой картошки прилипала, да, что они чуть-чуть. Да, в твоем уме еще будет спасена жизнь. Спасибо тебе. Получив заказ, посетители Абургера могли также сфотографироваться на память с необычными продавцами, а у некоторых из них даже взять автограф. Все, кто принял участие в данной акции – друзья и партнеры благотворительного фонда. И, по их словам, они каждый год с радостью принимают приглашение фонда «Ашана». Конечно, я с радостью приняла это приглашение. Во-первых, для меня это большая честь. И всегда считала, что если есть возможность хоть какой-то маленьким участием помочь детям, а тем более больным детям, я, естественно, всегда отзываюсь вообще безоговорочно. Кроме того, для маленьких посетителей ресторана была организована праздничная программа. Детишек развлекали профессиональные аниматоры с занимательными представлениями. Мне тут очень понравилось. Тут много детей, разные конкурсы. Мне здесь очень понравилось. Здесь веселые аниматоры, хорошее представление. Я знала, что сегодня такая акция. Пришла в бургерную, купила картошку, кока-колу, хорошую программу приготовили. В этот день каждый покупатель всех видов картофеля вносил вклад в лечение тяжелобольных детей. Все вырученные средства от продажи картофеля добра будут перечислены в фонда «Ашана» на лечение Леона Кирия и Амира Халваш с диагнозом ДЦП. Мы еще четыре года назад обрадились с такой идеей провести совместное мероприятие. В один из самых главных праздников в году, Международный день защиты детей, естественно, руководство бургера пошло навстречу. Его четвертый год уже успешно проводим акцию. Мы надеемся, что придет большое количество людей, приобретут картофель, и вырученных средств хватит, даже если для того, чтобы закрыться спор, средств не покроют, но хотя бы большую часть необходимой суммы на лечение Кирия Леона и Амира Халваш мы закроем. Всем покупателям доброго картофеля дарили пронумерованный магнит милосердия, и они автоматически становились участниками беспроигрышной благотворительной лотереи, в которой разыгрывались различные призы. Поддержку данной акции оказали столичный комитет по вопросам молодежи и спорта, администрация торгового комплекса «Сухум Маркет» и сотовая компания «Аммобайл». Тем временем во дворе Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир проходил праздничный концерт для подопечных всех детских реабилитационных центров Абхазии. Мероприятие было организовано Международным фондом АПСН совместно с Международной организацией «Волд Вижн». Детям пели звезды абхазской эстрады, а специально приглашенные на праздник актеры в костюмах ростовых кукол создавали особую атмосферу праздника. Сами детишки также не остались безучастными. Они танцевали, хлопали в ладоши, играли на барабанах и исполняли песни. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. К сожалению, не все дети, присутствовавшие на праздничном мероприятии, могли передвигаться самостоятельно. По словам организаторов акции, детям с особенностями развития нужно больше уделять внимание с целью их социальной адаптации. Мы сегодня хотели подарить детям праздник, поддержать их настроение. Также еще раз обратить внимание наше общество, на нашим детям. Потому что им постоянно нужна поддержка, не только детям, даже их родителям. Это огромная работа, то, что ведется последние 7-8 лет по всему району Абхазии через реабилитационных наших центров. И в пользу случая я еще раз хочу поздравить всех республик Абхазии, наших граждан, во всего мира, всех, кто есть, наши соотечественники сегодняшним международным днем защиты детей. Нашим детям особенно необходима поддержка. Ощущение того, что они тоже являются гражданами нашей страны, способными принести какую-то пользу себе, своим семьям, будущим, стране. Потому что, как вы видите, у них есть способности, которые помогут им реализоваться в будущей жизни, приобрести какую-то специальность, профессию. И просто ощущать себя достойными членами этого общества. Взрослые постарались сделать все, чтобы сегодняшний день надолго запомнился подопечным детских реабилитационных центров Абхазии. И им это удалось. Мне понравился праздник. Здесь поют, танцуют, играют на барабан. Поздравляю всех здесь с сегодняшним днем. Во-первых, желаю здоровья, счастья и любви. И чтобы родители их очень всегда в любви. Чтобы почаще были такие позиции. Чтобы дети, дети, которые они с ними разводятся, чтобы больше мы найдем для бутылок. Чтобы больше показывали, чтобы они не снижались ничего. Желаю всем счастья и здоровья, чтобы никто не болел и были здоровы. Я хочу всех поздравить детей с сегодняшним днем. Всех желаю счастья, здоровья, благополучия. Мне сегодняшний концерт очень понравился, было очень весело. Для каждого родителя самое главное в жизни, чтобы его ребенок был здоровым и счастливым. Они благодарны организаторам праздника, которые сделали все возможное, чтобы вызвать у каждого ребенка яркие эмоции. Всем организаторам я хочу в первую очередь сказать большое спасибо за такой праздник. Нужно это для того, чтобы дети могли себя реализовать, показать все, что они умеют. Даже если у них не получается, им всегда приятно то, что люди это ценят. Они видят свои картины на выставке. У меня, например, сын рисует красиво. И он всегда очень рад о том, что его работы на выставке. В Международный день защиты детей сотрудниками реабилитационных центров также была организована выставка продажа подделок своих подопечных. Все вырученные средства от продажи изделий были направлены на нужды этих центров. Алика Трапш, Артур Каландия. Для событий недели. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Решение о переносе даты выборов президента Абхазии с 21 июля на 25 августа было принято на очередном заседании сессии парламента, которое состоялось 28 мая. Кроме того, народные избранники приняли во втором чтении законопроект о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами и в первом чтении законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Народные избранники также одобрили постановление Кабинета министра в Абхазии об образовании национального парка Кадурское ущелье. В среду 29 мая на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия был утвержден обновленный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазии. Изменения в календарный план пришлось внести в связи с изменением даты президентских выборов. Репортаж Алисы Шамба. После того, как парламентом Республики было одобрено решение о переносе даты выборов президента Абхазии с 21 июля на 25 августа, в работе Центральной избирательной комиссии произошли некоторые изменения. 29 мая состоялось заседание членов комиссии, на котором был принят обновленный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия. В связи с принятым новым решением день голосования перенесен на 25 августа. В соответствии с чем Центральная избирательная комиссия вводит в корректировку план мероприятий своих работ, то есть календарный план. Во всем остальном соответствует требованиям действующего законодательства. Никаких изменений какого-то рода, связанных кроме как с датами, ничего из изменений никаких он не претерпел. За 60 дней до дня голосования начинается процесс регистрации инициативных групп и политических партий. Я подчеркиваю, 60 дней сказано, не два месяца. Кроме того, членами избирательной комиссии были внесены изменения в положение лингвистической комиссии по определению свободного владения государственным языком кандидатами в президенты Республики Абхазия. Мы в положение лингвистической комиссии внесли небольшую поправку. Поправка носит общенормативный характер, не конкретный, никак, потому что законодательство наше требует для каждого из нас в целях единообразного применения разрабатывать соответствующие инструкции. Единообразное применение должно быть на равных условиях для равных, для всех желающих. Но в данном конкретном случае оговорка идет для тех лиц, кто ранее проходил такого рода лингвистическую комиссию и получал положительную оценку прохождения. Таким образом, регистрация инициативных групп и партий и выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начнется 26 июня и завершится 16 июля 2019 года. В Центральной избирательной комиссии будет организован пресс-центр, на площадке которого члены комиссии будут информировать общественность о том, как проходит подготовка к выборам президента Республики Абхазия. Состоялось очередное заседание Кабинета министра в Абхазии, в повестке дня которого было более 15 вопросов. В начале заседания были рассмотрены кадровые вопросы. Роланд Бирулава и Роланд Ратия назначены заместителями начальника службы государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи. С итоговым отчетом о проделанной работе Министерства по чрезвычайным ситуациям за 2018 год выступил министр Лев Квициния. В течение отчетного периода подразделениями МЧС было осуществлено 4202 выезда, из них на пожары и загорания 890, на происшествия на водных бассейнах 53, на устранение последствий стихийных бедствий 69, на устранение последствий ДТП 220. 64 выезда было совершено на обезвреживание взрывоопасных предметов, а ложных вызовов было 170. При этом обезврежено 188 взрывоопасных предметов, на обезвреживание химически активных веществ 34 выезда. По словам министра, статистика выездов уменьшилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лев Квициния также отметил необходимость принятия закона о пожарной безопасности, который определял бы правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в Республике. Кроме того, по мнению министра, назрела необходимость создания при МЧС Абхазии нового медицинского управления, которое будет координировать работу Центра медицинных катастроф и подразделения санитарной авиации. На заседании Кабинета министров был одобрен законопроект об изменениях в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2019 год. В представленном проекте закона меняются основные параметры государственного бюджета на 2019 год в части доходов, расходов и дефицитов бюджета. Как сообщил министр финансов Джан Сухнанба, планируется увеличение собственных доходов в объеме 54 миллионов рублей. Данное увеличение собственной части доходов планируется за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи. Джан Сухнанба также привел цифру увеличения и сокращения расходов по отдельным направлениям. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год увеличен до 1 миллиарда 166 миллионов рублей. Расходы на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам увеличиваются на 59 миллионов. Расходы на содержание Абхазского государственного телевидения увеличиваются на 8,8 миллиона. Увеличение сметы телевидения заключается в включении в бюджетную смету доплат к заработной плате, которые ранее данные выплаты осуществлялись вне бюджетного счета, так называемого спецсчета. В целях приведения в соответствии производимых операций с действующим бюджетным законодательством принято решение включения их в бюджетную смету. В расходной части республиканского бюджета также предусматриваются и сокращения на общую сумму 13,4 миллиона рублей. О чем идет речь? На содержание Народного собрания парламента Республики Абхазия бюджетная смета сокращена на 1 миллион 400 тысяч рублей в рамках мер бюджетного принуждения, принятых Министерством финансов в отношении Народного собрания. Далее, в отношении управления госдачами Республики Абхазия планируется сокращение сметы на 637 тысяч рублей. На содержание государственного управления связи и массовой коммуникации идет сокращение сметы на 3,4 миллиона рублей, что связано с созданием новой структуры госсвязь надзора. В преддверии летнего курортного сезона Государственный комитет Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизацией осуществил плановые проверки арендованных государственных объектов, чтобы оценить, какие ремонтно-восстановительные работы в них проводятся. Наша съемочная группа сопровождала сотрудников комитета во время проверки трех объектов в Питсунде. Пансионата Самшитовая роща, Литфонда и Дома отдыха Питиус. Дома отдыха Питиус был построен еще в 70-х годах прошлого века. В 2016 году государственный объект был сдан в аренду. И с того времени арендатор поэтапно проводит здесь ремонтно-восстановительные работы. За это время полностью отремонтированы все номера 10-го этажа. На остальных этажах, где ранее был произведен только косметический ремонт, в ближайшем будущем также планируется сделать капитальный ремонт и обновить фасад здания. Территорию Дома отдыха Питиус во время осенних штормов часто заливало. Поэтому здесь были произведены и берегоукрепительные работы. Там у нас стояли апацки, рестораны стояли, много зданий было. Их полностью снесло. И вот мы решили укреплять, привезли инженера сюда. Он посмотрел, сказал, нужен бетон, то есть нужно заливать. И начали заливать полностью все. Где-то 120-130 метров мы залили только бетон оттуда. Плюс построили здания, рестораны, длина где-то 75 метров здания этого. Плюс апацки еще, то есть очень много чего построили. Трудности заключаются в деньгах. Потока людей такого нету, отдыхающие. Бывают чего-то боятся, там услышат по телевизору. И может человек 100 просто сдать как бы путевки. И у нас как бы убытки идут. Потом уже наш директор, Рудик Хагуш, он свои деньги берет и начинает вкладывать свои деньги в объекты. Это каждый год у нас. Территория дома отдыха Питиус занимает более 6 гектаров, на которой, кроме пансионата, расположился и субтропический парк с тенистыми беседками и экзотическими растениями, в том числе с пицунской сосной. На территории дома отдыха есть спортивные площадки, бассейн. Их также планируется обновить. По сметам актов выполненных работ, сегодня которые мы приняли, проведены работы более чем на 52 миллиона рублей. Работы продолжаются. Арендатор у нас прекрасные взаимоотношения. Мы работаем тесно. Все сметы предоставляются в срок. Если какие-то задержки есть, мы идем на уступки, подписываем дополнительные соглашения. Пансионат, литфонд или дом творчества писателей в Питсунде, как его называли в советские времена, основан в 1951 году. В свое время здравница была любимым местом отдыха советских и зарубежных поэтов и писателей. В 2002 году пансионат, являющийся государственной собственностью Республики Абхазия, был передан в аренду Ассоциации предприятий Минатома, являющимся структурным подразделением госкорпорации Росатом. С тех пор пансионат поэтапно ремонтируется. Комплекс общественного питания пансионата литфонд после ремонта оснащен всей необходимой техникой и инвентарем. За раз столовая может обслужить до 500 человек. Отремонтирован актовый зал вместительностью 250 человек. Благоустроена территория пансионата, заменены коммуникации. На 10, 11 и 12 этажах завершен капитальный ремонт номерного фонда. На каждом этаже расположены 20 номеров стандарт, по одному номеру люкс и три полулюкса. Двухкомнатные номера повышенной комфортности разделены на две зоны гостевая и спальня. Номера оснащены качественной бытовой техникой, сантехникой и мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море и реликтовое озеро Инкит, что также послужит приятным дополнением к отдыху. Радует нас все, и обслуживание, и аниматоры, и все-все. И бассейн шикарный, и погода, и дельфины, и питание, и ремонт. Он даже ремонт во все идет, но мы не против. Пусть делают. Ремонт еще хоть сделайте, доделывайте. Это тоже плюс для вас, и для нас тем более. И исключительно будем ездить каждый год. 13-й этаж пансионата «Литфонд» полностью реконструирован под бизнес-центр, где есть конференц-зал, кафе-бар, бильярдная, сауна. На первом этаже созданы зоны досуга, бильярдная, кафе-бар, библиотека, детская комната, а также дополнительный корпус для лечебных процедур. Постепенно хотим пансионат перевести на санаторию. Для этого что мы имеем? Мы имеем медицинскую службу. Человек 15. Четыре доктора, медсестры. Одно крыло полностью им отдали, второе крыло мы отдали им. И вот в этом году отремонтировали и там, и тут. И ждем новое оборудование из Москвы. И постепенно, может быть, года через два, мы перейдем к категории санаторий. Малые семейные корпуса пансионата также были обновлены. На прилегающей территории Литфонда есть рестораны, дом-гриль, многофункциональная спортивная площадка, бассейн. Сейчас здесь идет строительство новых коттеджей. Все работы, которые проводятся здесь, согласованы с Госкомитетом по управлению госимуществом и приватизацией. Все решения, которые на новое строительство, либо на реконструкцию, с нашим согласием, утверждены постановлением Кабинета министров. На сегодняшний день более 150 миллионов рублей здесь вложены. Будем дальше сотрудничать и проводить необходимые мероприятия для полного функционирования данного комплекса. Еще один государственный объект размещения туристов – пансионат Самшитовая роща. Он был сдан в аренду в 1999 году. Современное десятиэтажное здание расположено в субтропическом парке. Среди вечно зеленых – растений и деревьев на 14 гектарах земли. После проведенной реконструкции и обновления номерного фонда, пансионат Самшитовая роща вышел на европейский уровень. Одновременно в пансионате могут разместить порядка 800 человек. Здесь 386 номеров разных категорий, оснащенных необходимым набором мебели и техники. На территории пансионата также открыли современный медицинский центр. В лечебно-диагностическом отделении – тут три профиля лечения. Кожные заболевания, легочные заболевания и лечение опорно-двигательного аппарата. В этих трех направлениях мы специализируемся. В этом сезоне, в следующем сезоне, мы будем привозить дополнительные медицинские программы. Врачи, которые у нас присутствуют – это естественные терапевты, неврологи, кардиологи, будет в ближайшее время педиатр. Кроме того, пансионат своим гостям и всем желающим предоставляет косметические и спа-процедуры. Оздоровительные души и ванны, услуги массажного кабинета. Отдых продуманный, все вот эти все лечебные процедуры. Очень нравится массаж. Вот сегодня посетил хамам, ну, помолодел лет на пять. В пансионате функционирует кинозал вместительностью 500 человек, три бассейна с морской водой, также открыты детские развлекательные и спортивные площадки. Все изменения проводились в зимний период, и первый заезд у нас уже состоялся 4 апреля. И даже больше могу сказать, что сюда приехали представители более 20 стран. Это были Австралия, Новой Зеландия, Америка и так далее. То есть для очень многих людей это было открытие и страны, и открытие, что есть такое место в Абхазии. Сотрудники Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизацией и дальше продолжат плановые посещения гособъектов, находящихся в аренде. Гость сегодняшней программы «События недели» – председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизацией Вахтанг Пипия. Здравствуйте, Вахтанг Ахрович! Здрасте! На днях вашим комитетом были проведены рейдовые мероприятия. В частности, вы побывали в Пицунде на курортных объектах, арендуемых. Расскажите нам об итогах этой поездки. Спасибо, что вы освещаете работу нашего госкомитета. У нас за этот период, я имею в виду в текущем году, в прошлом году, многое сделано. В плане того, что мы работаем тесно с теми объектами, которые в аренде. Форма аренды как таковой, она потихоньку изживает себя. Мы сегодня вводим новые формы взаимоотношения арендатора и государства. Все объекты, которые вы посетили с нашими ребятами, это объекты государственной собственности. На них проводятся очень серьезные, объемные работы. Это по санаторию Литфонд. Там за последние несколько лет проведено работа более чем на 150 миллионов рублей. Сейчас они нам представили проект на смертную документацию на более 200 миллионов рублей. Эти работы ведутся на базе нашего государственного имущества. И этому процессу мы содействуем. Содействуем, потому что те объекты, в которых люди отдыхали раньше, не ахти в созданных условиях, уже перестают приезжать. Люди хотят хороший сервис, хорошие условия, хорошее питание. И все остальное сопутствующее для нормального отдыха. И мы к этому стремимся. Не только по АПМ, у нас арендатор ООО АПМ. Потом у нас Питюс Инвест, тоже очень интересный объект, в который вкладываются уже определенные средства. Более 80 миллионов рублей в этот объект арендатор вложил только в позапрошлом году. Тоже улучшая сервис, улучшая условия приема отдыхающих. Все это делается по поручению президента. Вы помните, на прошлой неделе президент страны провел совещание по подготовке к курортному сезону. Все службы отчитывались, в том числе и мы по своим объектам сделали такой экскурс по нашим объектам. Что касается других объектов, их у нас более 12 функционирующих объектов. Это по Абхазии? По Абхазии. Мы показали вам объекты Самшитова роща, очень большой объект, в котором созданы очень хорошие условия для приема отдыхающих. Там уже прибыли туристы, у нас хорошо созданы в Питюсе, в АПМ и по некоторым другим объектам. Я сейчас не буду говорить о наших издержках по некоторым нашим арендным объектам, с которыми мы ведем работу. Ведем работу с объектами не только курортной сферы, но и промышленности. У нас в Министерстве экономики передано 10 объектов, такие, знаете, как называется, неликвид, по которым мы создали рупы. Некоторые мы выставили на продажу, потому что государство не может справляться с этими объектами. В принципе, мы считаем правильным, кто может его выкупить и сделать, привести его в порядок, не меняя форму. Как обстоят дела на других объектах? Так же хорошо, как в Питюсе? Я скажу, по 12 объектам дела неплохо идут, а по другим, у нас всего в аренде 36 объектов, это во всех сферах, в том числе и курортной сферы. У нас со всеми объектами заключены инвестсоглашения. Раз речь зашла об инвестиционных соглашениях, как давно вы начали заключать такого рода соглашения? Практика инвестсоглашения, она идет последние 3 года, до этого тоже эта практика была, она заключалась с теми объектами, которые выкупались, давали сроки, а по арендным предприятиям мы последние 3 года заключили договора. Что касается тех средств, которые вкладываются в эти государственные объекты, они вкладываются с условием, что это вся собственность государства. То есть на государственном объекте не может быть никаких инвестиций частных лиц или там компаний, которые они арендуют. Мы получаем проектно-смертную документацию на объемы работ, мы эти объемы работ проверяем, смотрим и в дальнейшем утверждаем, что эти средства вкладываются в собственность государства. То есть только с таким условием мы разрешаем создавать там какие-то условия для дальнейшего функционирования. В целом мы идем по пути ухода от формы аренды, мы уже в принципе создали методологию новую взаимоотношения собственника, имеется ввиду государства и арендатора. Мы вводим вот с конца этого года вводим государство-частное партнерство. То есть это будет выгодно и государству, и предпринимателю, потому что форма, которая вводилась там 20-25 лет тому назад, она изживает себя. Не может быть в подвешенном состоянии объект, которым якобы владеет государство, но на самом деле им оперирует частная компания. Тут должно быть четкое понимание того, чье же этот объект, если он государственный, то государство должно туда вкладывать. Но государство не может такие объемы вложить во всю государственность. В некоторых вопросах, конечно, мы идем на раз государственные этих объектов. Это правильная постановка вопроса, потому что мы живем в рыночной экономике, и рыночная экономика требует собственника. Поэтому здесь самая такая оптимальная форма в основном пользоваться формой государства-частного партнерства. Вахтан Гахравич, а были ли случаи, когда с арендаторами, не соблюдающими инвестиционное соглашение, были расторгнуты договоры об аренде? Есть случаи, их два, вот в этом году, по которым мы подали в суды, ну, в арбитражном суде было принято решение дать срок. И мы пошли на это, пошли на это, это по Лагуна в Цандрипще, и по Сухуму есть еще один объект, по которому у нас платежи плохо шли. И данные обязательства до конца первого полугодия, они предоставляют нам проект реконструкции объекта, в котором сегодня очень тяжело нормальному человеку не то что отдыхать, а переночевать. Поэтому мы хотим на этом объекте видеть более комфортные условия для отдыхающего. Вот, и очень надеюсь, что до 1 июля они представят проект реконструкции объекта. Это первое. Второе, в случае непредставления мы будем расторгать договор аренды. По такому же пути мы идем и с объектами, которые уже приватизированы. Есть такой объект Дон Табак, всем уже давно известный, да. Тоже мы заключили с ними договор, после того, как договор купли-продажи был заключен, заключили договор инвестиционное соглашение, в котором все указано, есть там сроки, в случае нарушения сроков есть там уплата неустойки, сумма уже ощутимо большая. Мы и там хотим требовать, чтобы они начали что-то делать, ни у кого ничего не изымаем. Сами все подписывали, сами обо всем соглашались, и сейчас мы требуем выполнения своих обязательств. То есть никаких ущемлений инвестора в этом плане нет, но вместе с тем государство будет требовать и в дальнейшем будет требовать развития инвестиционных обязательств. Если человек не выполняет свои инвестиционные обязательства, то он несет ответственность перед государством, юридические обязательства, которые он на себя вел. Моральные обязательства, в конце концов, не может сегодня человек отдыхать, приезжать на курорт, в котором не созданы нормальные, минимальные, нормальные условия. В этом плане мы будем дальше работать. Я хочу подчеркнуть, мы выиграли суд по договору купли-продажи, не выполняя договора купли-продажи, по санатории ПСОУ были нарушены условия выкупа объекта. Мы там создали РУП, Республиканского унитарного предприятия. Этот объект функционирует 20 лет. За 20 лет на этом объекте ни разу не было прибыли. За сезон 2018 года на этом объекте первая прибыль в сумме более 5 миллионов рублей. Успех, успех. Так что мы не можем сегодня сказать, вот обязательно что-то надо разговорить в государстве, значит может работать государственный объект, на котором мы сегодня создали нормальные условия. И мы требуем, чтобы условия были, подход должен быть государственным во всем. И в частном объекте государство должно получать то, что должно иметь. И на государственном объекте, яркий пример, где мы навели порядок, и от которого сегодня мы, соответственно, получаем налоги и все платежи во все фонды государственные. Ну, раз мы заговорили о прибыли, какова сумма отчислений от объектов, которые сданы в аренду в государственный бюджет республики? От арендуемых объектов мы получаем арендную плату в бюджет страны. Напрямую идет, за прошлый год мы получили 23,4 миллиона рублей. От арендных платежей только туда не входят никакие налоги, туда не входят другие платежи в бюджет, только от арендных платежей 23,4 миллиона рублей. На коллегиях Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизацией не раз поднимался вопрос о необходимости создания общего реестра объектов государственной собственности. Какая работа ведется в этом направлении? Да, опять-таки, возвращаясь к поручениям президента, в 2017 году было дано распоряжение по наведению порядка не только по созданию соответствующей реестровой документации государственных объектов. Помимо этого, мы контролируем создание реестровых документов муниципальных образований. Здесь у нас проведена за эти 18-20 лет очень большая работа. Объем неучтенных объектов минимизировался. Мы сегодня… Ну, есть, конечно, какие-то мелкие объекты, на которых стояли магазинчики, может быть, какие-то ларьки или там неоприходованы. Приходованы, да, собственно, это в основном у нас сейчас в восточной части Абхазии, в Кудорском ущелье объекты образования, объекты здравоохранения, объекты, которые не функционируют после 2008 года. Мы все это, все эти объекты ведем инвентаризацию, и, естественно, мы их будем ставить на тот баланс, на который они должны ставить. Сегодня не рассматриваются вопросы, согласно закону о приватизации, не рассматриваются объекты образования, здравоохранения, историко-культурного наследия, еще ряд других объектов государственной собственности не рассматриваются к приватизации. Ну, я не совсем с этим согласен. Почему? Потому что мы объекты историко-культурного наследия, их насчитывается более полутора тысяч. Государство не сможет их сохранять в надлежащем состоянии. Почему? Потому что нет таких средств ни у одного государства, нет аналогов в мировой практике, где государство бы полностью сохраняло, не получая от него больших доходов. Поэтому я считаю, сохранением вот этих условий, которые дают там Министерство культуры и культурного наследия наше, оно должно давать, как у нас принято было до того, должно давать условия для сохранения вот этих вот объектов. Их надо приватизировать, их нужно сегодня сохранять, потому что они будут разрушаться с каждым годом. Не приватизировав, мы не сможем их сохранить. По многим я сейчас не буду вдаваться, какие объекты надо отдавать на приватизацию, какие нужно сохранять государство. По всем этим объектам мы должны делать, вот как во многих странах, курортных странах, туристических странах. И описание должно быть, бирка на каждом объекте, подходит телефоном, штрих-код вычитывают, потом все описание этого объекта. То есть тут уже помощь гида даже не столь важна, как говорится. Мы уже эту тему обсуждали с Министерством культуры, они готовы рассмотреть несколько вариантов решения вот этой проблемы. Я думаю, что мы, ну в этом году вряд ли, думаю, что на будущий год мы уже эти условия тоже создадим. Это цивилизованно, это очень эффектно и доступно, описывая все объекты в интернете. То есть их у нас очень много, слава богу. И люди, туристы, которые к нам приезжают, они об этом должны знать. Не каждого туриста сопровождает ГИД. Вахтанг Ахравич, в стране довольно-таки много объектов, которые выставлены государством на продажу и которые должны быть приватизированы. Как вы оцениваете общий инвестиционный фонд в стране? Есть ли спрос на эти объекты? К сожалению, местного инвестора недостаточно для того, чтобы освоить все объемы инвестиционных проектов, которые у нас есть. Поэтому мы привлекаем иностранного инвестора. Иностранный инвестор у нас в основном это граждане России. Иностранный инвестор может быть хозяином юридического лица, который создан в Абхазии. И он может оперировать всеми инвестиционными процессами на той территории, на которой он хочет произвести какие-то работы. Поэтому здесь, я считаю, надо нам сконцентрироваться на другом вопросе. На инвестиционной привлекательности объектов. Там у нас нет ограничений для тех граждан страны, которые признали Абхазию. Это в первую очередь Россия, дальше другие все страны. Здесь условия созданы очень комфортные. У нас в Абхазии налоговые бремя гораздо ниже, чем во всех странах бывшего Советского Союза. Много вещей привлекательных. Если инвестор вкладывает в Абхазию больше миллиона долларов, то у него там и льготные условия налогового обложения возникают. Я бы помимо этого еще бы сказал, примеров много в таких странах, как Арабские Эмираты. Я сейчас не буду вдаваться в технологии инвестиционных процессов. Тут тоже масса предложений. То есть мы всеми этими можем оперировать очень хорошо. Но мы ограничены, к сожалению, инвестпредложениями ограничены. Это, наверное, в первую очередь наша политизированность. И, на мой взгляд, сегодня есть издержки инвестиционных, в прошлом произведенных каких-то там соглашений с некоторыми нашими гражданами. Они нас немножко, инвестиционный фонд портят. Вот это все нам мешает. Ну, я думаю, что наступит все-таки время, когда Абхазия станет инвестиционным раем. А для этого условия созданы великолепные. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. За это время проведена диспансеризация более 10 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч детей. За последние 2 недели работы на территории Сухума и Сухумского района проведена диспансеризация 3,5 тысяч человек, в том числе 650 детей. Выявлено значительное количество заболеваний. Преимущественно это заболевания среди взрослых. Это мочеполовой системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, новое образование. У детей в основном выявляются заболевания нервной системы, также сердечно-сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания. Начиная с 28 мая будет проводиться диспансеризация населения города Новый Афон. И с 31 мая будет проводиться диспансеризация населения города Гудаута. С 28 по 30 мая проводилась диспансеризация населения Нового Афона. А с 31 мая по 3 июня будут обследованы жители Гудауты. Министр здравоохранения Абхазии Томас Сахнаки, посетивший республиканскую больницу в день завершения диспансеризации в Сухуме и Сухумском районе, отметил, что обследование лишь часть диспансеризации и ее закономерным продолжением станет лечение граждан республики, у которых выявлены те или иные заболевания. Мы процессу диспансеризации придаем очень важное значение, поскольку первым этапом процесс обследования не завершается. Все пациенты, которые нуждаются в оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, далее направляются либо в лечебно-профилактические учреждения республики, либо в федеральные клинические центры Российской Федерации. Ну, это прежде всего больные кардиохирургического профиля. Для того, чтобы сделать саму диспансеризацию завершенным процессом, то есть вторым этапом. Определить группы, соответствующие здоровью, да, и поставить всех нуждающихся на диспансерный учет. 45 лет исполнилось ансамблю народной песни и танца Ачемчирского района «Ирцах». В Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба состоялся концерт ансамбля «Ирцах», посвященный юбилейной дате. Мероприятие посетил президент Рауль Хаджимба. Ансамбль «Ирцах» основан в 1974 году народным артистом Абхазии Константином Чингелия. За 45 лет он прошел долгий и нелегкий путь. Во время Отечественной войны народа Абхазии артисты ансамбля были в рядах защитников Родины. Многие из них награждены орденами и медалями. Первым руководителем ансамбля был его основатель Константин Чингелия. Затем коллектив возглавил Акаки Малия, а после Владимир Кварджия. Сейчас коллектив возглавляет заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии Бианур Логуа. В Абхазской государственной филармонии прошло торжественное собрание, посвященное 60-летию со дня рождения первого министра обороны, кавалера Ордена Леона, героя Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба. В торжественном вечере приняли участие спикер парламента Валерий Кварджия, премьер-министр Валерий Бганба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, руководство и сотрудники Минобороны, депутаты, члены правительства, представители общественности, школьники и студенты. Человек героической судьбы, настоящий патриот своей страны. Именно так вспоминали друзья и коллеги одного из создателей национальной армии Владимира Аршба. На торжественном вечере, посвященном 60-летию Владимира Георгиевича, с доглатами выступили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, замминистра обороны Беслан Цвижба, председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, соратник Владимира Аршба, Сергей Аршба, генерал-майор Вахтанг Цукба и государственный политический деятель Валерий Аршба. Приветственное слово президента Рауля Хаджимба к участникам торжественного собрания зачитал советник президента Владимир Зонтария. Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулия с выставкой «Культурные связи абхазских и русских писателей» представляет Абхазию на 21-м международном фестивале «Интермузей-2019», который проходит в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». Международный фестиваль музеев «Интермузей» – главное музейное событие года в России. Мероприятие, не имеющее аналогов в мире. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга посетителей. Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурные программы, а также конкурс для музеев-участников. Ежегодно фестиваль объединяет более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3000 музейных специалистов, участвующих в мероприятиях профессиональной деловой программы. Фестиваль «Интермузей» продлится до 2 июня. Очень много различных круглых столов, конференций. Музеи сейчас вообще работают по другому принципу. Знаете, вот этот нафталиновый запах музеев в советское время уже давно забыли. Они становятся интерактивными, люди. И вот эти технологии можно здесь посмотреть. Это как бы раскрывает горизонты для музейных работников, горизонты мира. Мы не можем все посетить, бац, посмотреть. Ну, мне лично почему здесь интересно? Потому что я тут встречаюсь с очень многими коллегами, которые занимаются и объектами культурного наследия, и музеями, объектами, предметами, которые хранятся в музеях, то есть тоже движимыми объектами культурного наследия. Мне очень интересно с ними поговорить. Сегодня даже существует такая система, это вот старый взгляд, что артефакты культурного наследия должны охраняемы под стеклом. Все это делается виртуально, все хранится в архивах. Ну, вот такая возможность есть. 9 июня 2019 года в Южной Осетии состоятся выборы депутатов парламента Республики Южная Осетия. В связи с этим посольство Республики Южная Осетия в Республике Абхазия сообщает, что граждане Юго-Осетинской Республики, временно находящиеся и постоянно проживающие на территории Абхазии и имеющие действительные паспорта гражданина Республики Южная Осетия, смогут проголосовать с 8 часов утра до 20 часов вечера на избирательном участке номер 77 в здании посольства Республики Южная Осетия. Сборная Абхазии по футболу находится в Республике Арцах, где начинается чемпионат Европы Каннифа 2019. 1 июня в Тепанакерте состоялась торжественная церемония открытия чемпионата, а уже 2 июня сборная Абхазии сыграет в первом матче с командой Чамерии. В национальную сборную Абхазии попали голпикеры Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цышба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзи, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Данил Черекбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Москаев, Рамин Борциц и Данила Ардзенба. Все матчи с участием нашей сборной мы будем транслировать на нашем канале в прямом эфире. Смотрите Абхазское телевидение и болейте за сборную Абхазии вместе с нами. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok